28 февраля по народному календарю отмечается праздник Анисим Зимобур или Анисим Овчар. В Православной Церкви 28 февраля почитают память святого Анисима, которого называли Анисим Овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Также Анисима считают покровителем пастухов. Продолжали делать заговор на звезды. Для этого выходили на улицу и произносили особое заклинание. Также говорили, что в этот день нужно успеть защитить себя от злословия и сплетен. Для этого читались специальные молитвы. Знахарки отчитывали мужей, которые бьют своих жен. Народе говорили, что 28 февраля – это время, когда зима на весну злится, за то, что она прогоняет ее из своих владений. Именно поэтому очень часто в такой день устанавливается не самая теплая погода. Согласно народным приметам, на Анисима вчера зима становилась безругой, истратив морозную силу и потеряв над землей былую власть. В этот день деревенские хозяйки выставляли на утреннюю зарю лучший моток пряжи, чтобы была она белой и крепкой. И выставляли также семенное зерно в надежде на обильный урожай. Орочительные мужики, дождавшись первой Анисимовой звезды, выходили вместе с опытными овчарами за Акулицу. Там, положив земные поклоны на все четыре стороны, принимались они заклинать звездное небо, с тем, чтобы овцы по весне хорошо и без потерь ягнились. После этого хозяин вел овчара в избу, скрепить звездную окличку и взаимный договор обильным ужином. А овцы в овчарнях продолжали мирно похрустывать сеном, весны дожидаясь. В древности день 28 февраля всегда ожидали с большой радостью, потому что с его наступлением начинались проводы зимы. Иногда этот день выпадал на Масленицу, праздник, который предполагает множество развлечений. В любом случае 28 февраля люди радовались тому, что весна уже на подходе. В народе говорили, как Анисим аукнул, так сентябрь окликнул. То есть по погоде в этот день судили, каким будет месяц сентябрь, теплым или холодным. В народе считали, что полезно приморозить семена на Анисима. Тогда они закалятся и дадут хорошие всходы. Для этого семена выносили на мороз и через несколько часов клали в теплое место. Также считалось, что таким образом на них исходит благодать, потому что Бог смотрит с неба в этот день. После этого появлялась надежда на сбор богатого урожая. Согласно приметам, много звезд на небе – примета к тому, что много ягня отродится. Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса. Если снег 28 февраля практически полностью растает, много сена будет. Гадания, которые совершались в этот день, считались одними из самых верных. В народе верили, чтобы ребенок, рожденный в этот день, был счастливым, нужно подарить ему вещи из овчины. Также укутывали младенца в платок из козьего пуха. Алый закат в этот день предвещает сильную метель. Ветер дует с восточной стороны, летом будут песчаные бури. Слышен 28 февраля лай лисиц вдалеке – жди снегопада. Яркая и полная луна видна на небе – примета того, что холода еще не отступят. Мало снега – жди не урожая. Согласно народным приметам, 28 февраля нельзя строить планы на будущее, задуманное не исполнится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok